Всем привет, с вами Тома, с московской выставки Игрушки Фроши 2017. И мы находимся на стенде Просто Тойз. Эта ферма занимается производством фигурок по отечественным мультфильмам. Раньше они делали в основном фигурки по произведениям Союзмультфильма, но сейчас переключились на более современную продукцию. И давайте посмотрим, что тут интересного. Ферма уже несколько лет занимается производством фигурок по мультфильмам старого образца. Это то, что мы смотрели в своем детстве. Но сейчас они начали выпускать и что-то уже более современное, то, что знают современные дети. Это различные смешарики, в том числе последние мультфильмы, которые вот, кстати, да, и наборами продаются, и отдельными фигурками. Более классическая версия смешариков. Очень детальные фигурки, на самом деле. Качественные. Дальше у нас фиксики. Тоже современный тренд молодежи. Недавно они их сделали, по-моему, в прошлом году. Там на заднем плане у нас советская мультипликация продолжается. Дальше у нас большая ветка с амнямом. Вот эти, кстати, фигурки были еще в коробочках с сюрпризами, насколько я знаю. Несколько тоже линеек. Я не уверена, все ли из них были в коробочках с сюрпризами, но какие-то точно были. И вот здесь даже есть прототипы будущих фигурок. Такие вот всякие разные, прикольные. Я даже не знаю, откуда вот эти персонажи. Наверное, тоже из амняма, но я не смотрела пока до туда. Дальше отечественная мультипликация тоже современная. Серый волк. И там же вон волки и овцы. И классические бременские музыканты, большие амнямы. Лунтик тоже современный, можно сказать, мультик. Тут есть, кстати, еще большой амням. Смотрите, какой огромный. Давайте посмотрим дальше. Фирма делала также ряд фигурок для выпуска в журналах Angry Birds. Это, собственно, свинки всякие разные. Там, по-моему, что-то было вроде набора с шахматами, по-моему. Собственно, черные и белые, да, черные свинки и белые у нас птички. Они, насколько я видела, продаются прямо в магазинах, в киосках. В магазинах, в киосках. В газетных киосках журналы вот с фигурками. То есть надо было собирать... Ух ты, какой толстый смотри. Надо было собирать, соответственно, несколько номеров журнала, чтобы собрать себе всю партию, все фишки для игры в шахматы, да? Вот. Тоже классная у них современная тенденция. Эти фигурки выходили в прошлом году и, по-моему, выходят до сих пор. Сзади большие фигурки по острову Сокровища. Это коллекционные большие фигурки, да? И там же вон по современным богатырям. Змей-горы наш, богатыри нашим. Там вообще очень огромные фигурки для серьезных дядей-коллекционеров. Вот эти вот, кстати, котики тоже были в коробочках с сюрпризами. Тоже несколько линейок там, по-моему, было. И девочки тоже из коробочек. В общем, занимаются всем подряд на самом деле. Ну и большие фигурки, но это уже для ценителей, это для взрослой аудитории. Давайте посмотрим стенды сзади. Раньше фигурки в основном продавались большими наборами, но сейчас они сделали укор на отдельные блистеры. То есть можно приобретать фигурки отдельно. Они большими сетами, потому что так выходит все-таки дешевле, не у всех. Есть много денег, чтобы приобретать большие наборы, где там по 5-6 фигурок, да? Если, допустим, вот бременские музыканты брать целиком. Вот теперь они есть в отдельных блистерах, что делает их более доступными. Ну и также отдельные. Большие наборы никуда не денутся, они тоже можно найти в продаже. Тут у нас блистеры по лунтику, лунтик-лунтик. Внизу блистеры по волке и овцам. И также современные богатыри наши. Ван Саревич и Серый Волк. Маугли. И вот, да, раньше они были в таких вот больших сатах. Старый образцель, что называется. Ну и, конечно, такие наборы были более дорогостоящие. Особенно, если вы не хотите покупать все-все фигурки. А вот те самые коробочки, о которых я говорила. Собственно, и смешарики продавались вот в таких вот отдельных сетах, да, в магазинах. Ну или вот целиком можно заказать целую коробеньку такую. Смешарики. И вот они, секретики радости, это называется. Вот кошечки вот эти вот. Смешарики и темные кошечки. Так, ну и эти блистеры мы уже с вами видели. И также Кадзерок тоже продавался в отдельных коробочках такие вот. Ну и вот этого наверняка даже в магазинах видели, я точно видела. Хотя никогда не покупала. Кроме фигурок, здесь также много и другой продукции с Амнямом. Так сказать, отечественный бренд. Такой вот увлекательный стенд у просто Toys. Я надеюсь, что когда-нибудь их продукция станет более доступна и будет продаваться во всех магазинах. С вами была Томас Московский, и такие игрушки. Пока!